Так, все, я вижу, что трансляция пошла на YouTube. Это для троллей. Я хотел бы сказать, что, в принципе, у нас спикеры не читают по каким-то конспектам, то есть все идет в живом формате, и сейчас все презентации, естественно, будут на YouTube. Итак, меня зовут Алексей Суходоев, я являюсь членом общего управления Skyworld Community, и сегодня я хотел начать в первую очередь с очень серьезного мероприятия, прошедшей конференции по неракетному освоению космоса, которая произошла 18 сентября в Мариной Горке в Республике Беларусь. И на самом деле это уже четвертая конференция подобного рода. Первая конференция была еще в Советском Союзе организована Анатолием Эдуардовичем Юницким. И время от времени мы будем освещать эту тему и будем освещать все больше и больше, что касаемо освоения ближнего космоса, выноса промышленности в ближний космос и строительства поселений, о чем сейчас говорят, в принципе, и Джефф Безос, и Стив Возник тоже начал говорить, и, кстати, вот тема подобная была освещена, на самом деле, Стива очень бы это заинтересовало, именно каким образом именно противодействовать космическому мусору, который будет пролетать возле космических поселений. Я не скрываю, что это тема футурологическая, но мы не можем о ней не говорить, потому что одно следует из другого. Вообще вот из общепланетарного транспортного средства и родилась концепция струнного транспорта, как именно первое звено, которое должно появиться и без реализации, без коммерческой реализации струнного транспорта, общепланетарного транспортного средства и именно воплощение того слогана, который многие из нас с вами помнят, И любят, строй Skyway еще было «Спасай планету». Именно на «Спасай планету» многие пришли, когда были еще картинки, когда были еще даже никакие не визуализации, не компьютерные. То есть все пришли первые, кто входил в проект на идею, и я в том числе. На самом деле меня больше всего поразило, когда я увидел фильм «Небо на колесе». Я рекомендую всем, кто только присоединяется к нашему проекту, обязательно посмотреть этот фильм. Он есть в оцифрованном качестве, то есть можно и на телевизоре посмотреть. И это мощнейший материал, который, представьте себе, еще был в Советском Союзе. И на самом деле, если бы тогда реализовали эту программу, то хватило бы и ресурсов на самом деле, и, скорее всего, у Советского Союза вообще была бы совершенно другая история. Но всему свое время, как говорится. Тогда не был еще воплощен в жизнь интернет, и компьютеры только-только появлялись. А компьютеры с большими мощностями мы сегодня также обязательно пробежимся, пообщаемся. Поэтому это было намного опережающее время технология. И на самом деле, несмотря на то, что Анатолий Эдуардович, просто понаблюдайте вот эту аналогию, когда 40 лет назад еще Анатолий Эдуардович об этом говорил. И сейчас, по сей день, он также продолжает говорить, уже третья конференция проходит на Марьиной горке Республики Беларусь на территории всего, что принадлежит фермеру Юницкому. И фермер Юницкий тоже абсолютно не просто такой терминологии я вещаю, потому что очень серьезные разработки в агроинженерии были произведены и представлены. Итак, я напоминаю, что да, это сейчас футурология, и это некой степени венчур. Если мы можем сказать, что технология Юницкая Стринд Технологиз уже фактически состоялась, и вот тому доказательство, что технология Юницкая Стринд Технологиз прошла сертификацию в Объединенных Арабских Эмиратах, и все подтверждено именно уже конкретными сертификатами. Это сертификаты и на подвижные составы, и на путевую структуру, это сертификаты и на станции, и на систему автоматизированного управления. Огромная работа была проделана, и все получено. То есть сейчас можно сказать, что технология Юницкая Стринд Технологиз является абсолютно реальной, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Арабских Эмиратов в Шарже непосредственно. И тут уже даже сами власти Шаржи подтвердили надежность струнной трассы в Объединенных Арабских Эмиратах. И тоже вот не такая большая ретроспектива временная. В ноябре 2019 года его высочество доктор шейх Султан бин Махихет, Мохаммед Аль-Касиме, именно главный шейх в Шаржи и вообще в Арабских Эмиратах достаточно весомый человек. Это правитель Шаржи. Он поверил в технологию Анатолия Эдуардовича. И на самом деле сейчас уже можно говорить о том, что в неком роде генплан изменился технопарка Шаржи, которым руководит господин Хусейн Аль-Махмуди. И все, что реализовалось сейчас, это было запрограммировано в качестве, даже еще не чертежей, в качестве бизионерства Анатолия Эдуардовича Юницким в 2019 году. Это только-только должно быть, было построено. И вот сейчас сентябрь 2021 года. Для стартапа это крайне мизерный срок, два года. Для стартапа, который создает новую отрасль с нуля. И был получен сертификат необходимый и одобренный ТЮВ СВ Стандартизейшн Сертификейшн. И, кстати, вот СВ аббревиатура тоже, обратите внимание, тоже такое совпадение. Люблю абсолютно совпадение. И сейчас уже это абсолютно официально объявлено, что надежность струнной трассы, она имеет место быть. Значит, те проекты, о которых Анатолий Эдуардович говорил, и которые должны быть реализованы до 2023-2024 годов, и как минимум три адресных проекта Анатолий Эдуардович говорил в своем видеоблоге, должны быть заключены в этом году, именно контракты подписаны. Вот сейчас это более чем реально абсолютно. А если говорить про космическую программу, да, кто-то будет сомневаться, кто-то будет спрашивать, а зачем это. Но на самом деле здесь Анатолий Эдуардович мыслит именно как философ и как человек, который уже предсказал возможный исход для цивилизации и гибель цивилизации. Поэтому сейчас он задумывается уже об этом решении, так как подобных решений никто на сегодняшний день настолько инженерно проработанных не предлагает. Вот посмотрите, взгляните на секции конференции. Это геокосмические, геотехнические науки, это технологии, материалы и ресурсы. То есть космическая индустрия, инфраструктура, различные инфраструктуры на околоземной экваториальной орбите. Это геокосмическая, внеземная логистика и цепи поставок. Мощнейший бизнес, который будут инвестировать, на мой взгляд, крупнейшие корпорации и целые странные. Это земная инфраструктура для обслуживания внеземной индустрии. Это транспортно-энергетическая, информационная, геокосмическая, не ракетная инженерия. Если брать энергетические, информационные, геокосмические науки, технологии, материалы, вы знаете, что в невесомости совершенно другие будут материалы, совершенно иная будет медицина. Будут огромные прорывы, когда это произойдет. И здесь рассматривается геокосмическая, внеземная генерация, хранение использованной энергии информации. Я также предполагаю, что, естественно, будет в какой-то мере использоваться блокчейн-технология. Это энергообеспечение, это энергоснабжение, это электрический двигатель. И я думаю, что уже закрытые первые наработки происходят и сформирован некий костяк экспериментального отдела, который занимается уже над воплощением инженерии того, что рассчитано и создано, так скажем, на основе пока что теории. Это механизация, автоматизация геокосмических технологий. Это кибернетика, искусственный интеллект, информационные системы, в том числе построенные, ну вот как я и сказал, на основе технологии блокчейн. Экологические, биологические аспекты замкнутых экосистем. Что такое замкнутая экосистема? Это та экосистема, из которой ты не сможешь выйти вот сиюминутно, как выходим мы из дома, из квартиры, потому что она находится в космосе. Там нужно все продумать, чтобы были определенные биотехнологии, почвенные, водные, воздушные системы, флора и фауна, животный мир, микробиология. Я все это услышал и сейчас немножко поведаю, расскажу на данной конференции. Это здоровье, медицинские аспекты, система жизнеобеспечения. Ну и, конечно, нужно учитывать социальные, психологические, правовые, политические, геокосмические технологии, вопрос организационного и бизнес-планирования. И социальные, психологические, рекомендую вам посмотреть фильмы интересные достаточно, пассажиры. То есть эта технология не рассчитана на то, что кто-то полетит на дальние галактики. Это вообще просто дальняя футурология. Рассчитана именно на то, о чем говорит сейчас Джефф Безос, но по моим сведениям, по моим предположениям, у Джеффа Безоса нет расчетов и конкретики в инженерии для того, как же все-таки колонию на околоземной орбите создать. То есть только концепт, только воплощение. И вот, пожалуйста, инженеры, инженерные команды, собирайтесь. Как когда-то Илон Маск дал клич на счет Hyperloop. И кто захотел, стал этим заниматься. И еще в 80-х годах, это мой самый любимый труд, программа Ecomir, был произведен на свет этот замечательный документ. Вы можете на unisky.engineer посмотреть в публикации. Просто наберите в поиске материала в публикации непосредственно Ecomir, и у вас выйдет 19-я страница, увидите эту публикацию. Мы все помним, дорогие друзья, и я обращаюсь к тем, кто, как и я, присоединился на ранней стадии, присоединился в 2014 году, мог еще раньше присоединиться. Но не было определенной веры, так как не те люди доносили. Об этом, кстати, мы тоже сегодня поговорим. Как избегать этого и как быть именно тем человеком, который будет доносить информацию, как обрести суперуверенность. Но об этом чуть позже. И вы видите здесь картинку, визуализацию. Когда-то вы видели также, на самом деле, картинку, визуализацию в трудах Анатолия Эдуардовича по подвижных составах Unisky Stream Technologies. Сейчас это уже не просто картинка, это конкретная визуализация. Более того, я посмотрел, как это все выглядит в виртуальной реальности, и я был поражен. Потому что настолько все уже до деталей просчитанное специально осматривался в эти объекты, уже когда ОТС поднялась за пределы именно атмосферы Земли. И на высоту примерно 400 километров. И действительно, насколько все проработано, насколько все пока что прорисовано. Ну и напоминаю, что уже рассчитано. Спикеров было достаточно много. И все эти секции были освещены. Я на сегодняшнем вебинаре не смогу вам рассказать о всех темах. Я буквально остановился и показал вам факт, что четвертая конференция по неракетному освоению космоса состоялась. Меня порадовал достаточно доклад именно по экономике общепланетарного транспортного средства. И в теории, на самом деле, несмотря на всю футурологию этого проекта, если все пойдет как действительно планируется инженерам юницким и всей командой, то чуть больше, чем через 20 лет, можно реализовать подобный проект. Но должны быть установлены договоренности, как минимум, между теми государствами, между которыми будет проходить линейный экваториальный город. Это, так скажем, конкретно взлетно-посадочная полоса общепланетарного транспортного средства. И одновременно просто гигапроект, который очень сильно раскрутит маховик экономик. Ну, например, возьмем страну Сомали. То есть, как у Сомали может сильно возрасти экономика в ближайшие десятилетия. То есть, что должно произойти? Без общепланетарного транспортного средства это просто невозможно. Я сегодня не буду останавливаться на докладах, но хочу сказать, что были интернациональные доклады. То есть, это и от Арабских Эмиратов, и от других иностранных государств, и людей, которые имеют отношение именно к космической индустрии. И более того, мне понравилось выступление с Арабских Эмиратах тем планом, что, в принципе, Арабские Эмираты сейчас говорят об освоении Марса, о полетах на Марс, как именно тренд, который все страны поддерживают, и, в принципе, это общая стратегия. И одновременно говорится об общепланетарном транспортном средстве на открытых ресурсах. И это абсолютно достоверная информация, которая в теории могла бы повредить репутацию, если это было бы неправдоподобное изобретение, которое можно воплотить, я имею в виду общепланетарное транспортное средство, и линейный экваториальный город, и вся инфраструктура, о которой я ранее говорил. Но господин Кусейн Али Махмуди об этом сказал, и на фоне, вы видите, технологического парка Шаржи, он это все поведал. То есть позиция, по крайней мере, Шаржи не только в освоении Марса, но и в поддержании неракетных систем освоения космоса. Ну и ранее директор SRTI Хусейн Али Махмуди сказал о Центре Юниска и Стринд Технологии Шарже, что он гордится, что имеет крупнейший или один из крупнейших транспортных и логистических инновационных центров в мире. И в Шарже разрабатываются технологии следующего поколения, которые будут продвигаться в этом регионе и станут неотъемлемой частью решений проблемы мобильности на Ближнем Востоке. Дорогие друзья, на этом вебинаре я хотел бы на время приостановить вещание об неракетном освоении космоса, об ОТС. Я хотел бы немножко от вас обратной связи. Хотели бы вы больше получать информации об этом? Просто напишите в YouTube и напишите, пожалуйста, в Мирополисе. Мне это очень важно знать и вообще в группе компаний также это важное исследование для понимания того, насколько для вас актуальна эта тема. Да, это венчурный проект и второй мой вопрос будет, а что если бы, к примеру, возникли какие-то условия, которые не отвлекали бы вас от развития инвестирования в Unitsky Stream Technologies и реализации текущего направления, но также побудили вас соучаствовать в, по крайней мере, распространении информации о Spaceway. Потому что, кто знает, может быть, у вас знакомых окажется через десятое колено какой-нибудь человек. У меня есть такие знакомые, я уже прорабатываю на самом деле определенные аспекты. В Таиланде, например, интересный молодой человек, который занимается спутниковой индустрией. И также они сейчас будут разрабатывать продукт по покрытию интернетом земного шара. А сейчас занимается запусками спутников и также созданием космических костюмов для астронавтов. То есть это такой тайский Джефф Безос, и он лично знаком и с Илоном Маском, и с Джеффом Безосом. Ну, в общем, все равно вы, я думаю, что понимаете, так или иначе в вопросе Spaceway придется объединяться. Давайте я посмотрю в Мирополисе также, кто что ответил, и буду продолжать. Да, интересно, да, я пришла в апреле 2014 года на сказку, чтобы ее сделать былью. Всем троллям, троллям, пам-пам, абсолютно согласен, Борис. Так, ну, я понял, что эта тема достаточно интересна каждому, и тогда, с вашего позволения, я буду немножко уделять времени. На следующем вебинаре я рассмотрю то, что я отметил для себя на выступлениях, и я рекомендую всем, кто глубоко погружен в наш проект, когда будет вам доступна запись полная этого дня, уделите день, посвятите, к примеру, в субботу, и посмотрите хотя бы в быстрой перемотке все выступления, потому что они действительно стоят того, чтобы увидели. Итак, мы эту тему заканчиваем и переходим к не менее важной теме, которую я освещал неоднократно, и она раскручивается тоже как серьезный маховик. Это высшая лига SkyWorld Community. Привет троллям также. И кто-то говорил, что даже я как будто раскручиваю свою структуру через общие вебинары. Нет, дорогие друзья, это именно действительно высшая лига, те, кто будет двигать именно крупные инвестиции и делать сверхрезультаты после обучения и после получения пошаговой стратегии и достижения конкретных результатов. Это лучшие из лучших. И у нас есть такие лучшие из лучших. Я могу сказать, что их меньше 50, но благодаря этим чуть меньше 50 людям, в принципе, проект во многих странах получил развитие. И есть определенные энерджайзеры люди, которые заряжают других на свершение, и которые друг друга также и обучают. И бесплатно сегодня для всех, не конкретно для какой-то структуры, не конкретно для кого-то мы проводим, что действительно, я поддерживаю слова одного из партнеров, необходимо было проводить с 2015 года. Но я могу сказать, у меня лично до этого момента просто голова даже не работала в этом направлении, потому что до пандемии у нас достаточно быстро все развивалось. До пандемии мы подготовили систему ледокола, ледогенерацию. Это система вообще, в принципе, одного из главных отделов, которая должна быть в компании для того, чтобы всегда быть на потоке, иметь запасной вариант монетизации продукта. Посмотрите, какие темы мы для вас приготовили в ближайшее время. 5 октября пройдет во вторник в 16.00 по Москве мастер-класс «Как снизить стресс от диалога с клиентом». По поводу чего этот мастер-класс. Вот я вам рассказал про Spaceway. Имеете ли вы стопроцентную уверенность и стопроцентное понимание, как донести эту информацию точно, чтобы вас услышали, чтобы вас не отвергли, потому что порой есть только один вариант и только один шанс это рассказать. На этом мастер-классе как раз это будет рассказано. Будут рассказаны ошибки, которые допускаются. Будут рассказаны именно рычаги, которые влияют на достижение результата. Первое достижение результата, чтобы клиент вас начал слушать. И также 14 октября пройдет не менее интересный мастер-класс. Это ключки, это технология по Джордану Белфорду, я могу сказать, и она очень действенная. Как начать беседу, чтобы вовлечь клиента в диалог, в том числе по Джордану Белфорду, я хочу сказать. И это авторская методика нашего тренера. Я очень рад, что мы сотрудничаем с этой мощной, профессиональной, действительно, экспертом. И 26 октября это будет скрипт, который продает. Все будет в 16.00 по Москве. Более того, 9 ноября будет предложение, от которого невозможно отказаться. Хотели бы вы бесплатно послушать эти темы. И более того, хотел бы кто-то из ваших знакомых, кто является предпринимателем, кто является работником топ-менеджмента, кто является офисным работником, узнать, как действительно классно продавать. Потому что продажа – это самый главный навык. И кто у нас самый лучший продавец, как вы думаете, вообще в проекте и в группе компаний. Кто единственный человек, который продает столь большие проекты. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Он действительно продавец высшего класса, но совершенно другого масштаба. Он продает идею. И не просто продает, он ее аргументирует. Он ее подкрепляет инженерии. Но вот потом уже отдел продаж адресных проектов и так далее, они масштабируют стиль донесения информации Анатолия Эдуардовича. И тем самым расширяется и расширяется потенциальный портфель адресных проектов. У нас та же абсолютно логика и ситуация, и поэтому мы собираем высшую лигу. Поэтому мы бесплатно даем материалы, потому что кто-то даже, ну вот внутреннее сопротивление у него почему-то, не нравится ему Unitsky Stream Technologies. Хорошо, предлагайте ему вход в платформу обучения и адаптации. А доли он и так получит, и потом уже о вас вспомнит с благодарностью, что спасибо, что ты меня ввел в платформу обучения и адаптации, которая запустится в этом году обязательно. И мы делаем все сейчас. Я даже обсуждаю тот нюанс, чтобы выставить в открытом виде дорожную карту, чтобы вы видели, на каком процессе мы сейчас находимся. Более того, мы сейчас также уже, ну я вот это координирую, сформировали отдел методологии для того, чтобы уже созданный материал, уже созданную архитектуру сделать, ну действительно близкой к идеальной картине мира. Для того, чтобы вам было интересно учиться и продвигаться. Даже могу сказать, не просто по статусам будет продвижение. Потому что, ну да, инвесторам стать достаточно просто, консультантам тоже стать достаточно просто. Но лидерам-мастерам уже посложнее. И многие могут начать сливаться. Напишите плюс, кто хотел бы бесплатно попасть на эти мастер-классы. И для тех, кто действительно желает это сделать, так, я пока что остановлю демонстрацию и сброшу вам ссылку. Это эксклюзивная ссылка. Все, кто посещает мои вебинары, кто читает тезисы, первым получает эту информацию. Вот, пожалуйста, ссылка. Более того, вы увидите. Продублируйте, пожалуйста, ее на YouTube также. Она будет в тезисах. И вы увидите, насколько у нас также автоматизация сейчас работает. То есть все через чат-бот, все, как когда-то я говорил, через систему Telegram. И все автоматизировано. Я думаю, что скоро вам также будет звонить не колл-центр при разрастании этой системы, но также робот с искусственным интеллектом. Это также уже прорабатывается. Мы не остановимся ни на секунду над улучшением и улучшением сервиса Skyworld Community. Итак, ближайший мастер-класс – это как снизить стресс диалога с клиентом. Вы сможете понять, что действительно диалог с клиентом для многих стресс, а не просто диалог теряемся, забываем. И часто с вами не заключают сделку именно потому, что не предложение плохое, у нас отлично, у нас суперпредложение, а потому что вы неправильно сформулировали и донесли выгоду и ключевые смыслы. Обязательно приходите на этот мастер-класс и не пожалеете, потому что эксперт по формированию команды и продажам у нас Наталья Иванова на русскоговорящем пространстве. И сейчас мы готовим также параллельно для того, чтобы масштабироваться на другие языковые группы тренеров. Наталья проводила различные стратегические сессии и обучение, выстраивала корпоративные университеты. «Мерседес», «Марс», «Хоум Кредит Банк», «Дочка ХРЖД», «Техноджим», «Мособлгаз», «Дикси». Вот такого уровня специалисты у нас сейчас работают и с нами сотрудничают. Более того, я повторюсь, это абсолютно бесплатное мероприятие. И так будет не всегда. Ловите шанс и давайте информацию тем, кто просто хочет получить этот навык. Но вас благодарить будут, честно. И люди через этот мастер-класс могут заинтересоваться продуктом, который мы все продвигаем. Мы используем все воронки продаж. И это все работает. Итак, участники высшей лиги получат доступ к следующим мероприятиям. Я сказал, и это будет до декабря. Получат доступ к записям предыдущих мастер-классов. Все смогут присоединиться к высшей лиге, пройдя верификацию. Также, вот я добавил, в прошлом вебинаре, я это не рассказывал, получат уникальные бонусные материалы. И они действительно ценные. Как вам вообще авторская книга от Натальи Ивановой? Как убеждать клиента? Как вам чек-лист из самых убедительных фраз? И многое-многое другое. То есть это будут получать только участники высшей лиги. Мы не будем давать это на самом вебинаре. Может быть, сделаем тест и дадим часть материалов на одном вебинаре. И для чего мы это делаем? Бесплатно. Для того, чтобы вы посмотрели на качество контента и посмотрели вообще, что мы делаем и как мы готовим действительно специалистов высшего уровня, которые будут привлекать инвестиции, в том числе на будущее направление группы компаний Unitsky Stream Technologies. Также будут приоритетные условия в наборе кандидатов на новые вакансии Skyworld Community. Мы отбираем вовнутрь команды только те, кто проявил себя. И немаловажно, это возможность закрытого тестирования платформы обучения. Первые получат именно возможность, когда остальные пока будут ждать, у вас будет преимущество на месяц, полмесяца раньше получить эти материалы. Поверьте мне, после изучения этих материалов вы не сможете не делать результат. И для того, чтобы попасть в высшую лигу, нужно по-прежнему написать хранителю чата в Telegram. По-прежнему это тот же самый Telegram. И верификация, да, будет пройдена. Она простейшая. Нам нужно убедиться, что вы действительно существуете в системе Skyworld Community, что вы хотя бы что-то делали и желаете развиваться. Для того, чтобы это все масштабировать, буквально вкратце я хотел бы остановиться. И это очень важный аспект. Я буду записывать отдельные видео и сейчас постараюсь донести. Представьте, что есть русская аудитория. Русский рынок сейчас у нас не привлекает максимум инвестиций. Но нам нужно выстроить мост англоговорящих, испаноговорящих. И для этого мы и создали тренерский клуб тренеров. И Наталья также сейчас обучает, так как у нее есть на это компетенции. Поставьте плюсы, кто был на первом занятии клуба тренеров. И я думаю, что вы оценили качество представляемого материала не на теории, а именно на практике. Мы ищем тех, кто знает идеальный продукт Sky World Community, Unisky Stream Technologies и знает русский и какой-либо иностранный язык. То есть русский, французский, русский, португальский, русский, бенгальский. И также тренера будут получать закрытые материалы, закрытые обучения. Позвольте мне также дать ссылку, потому что это очень важно. Это даст просто квантовый рост привлечения инвестиций. Я даю свою уверенность, потому что я считаю это одним из главных рычагов. Именно создание сверхрезультатов на сегодняшний день максимально возможно. Перейдите, кто удовлетворяет этим требованиям, по данной ссылке и заполните Google форму. Она постоянно пополняется. И я могу сказать, что в принципе у нас уже есть люди на первый поток. И да, мы уже запустимся на англоговорящую аудиторию, но хотелось бы это сделать максимально массово. И сделать так, чтобы в 2022 году платформе обучения и адаптации SkyWorld Community услышали, ну как минимум, сотнях стран. Мы будем делать отдельные запуски и формировать глобальный интерес даже тот, кто сейчас пока что не в курсе об Unitsky Stream Technologies. Но все заинтересуются именно через платформу обучения. То есть будут заинтересоваться либо сразу продуктом, либо через платформу обучения будут заинтересоваться. Потому что что лучше всего после платформы обучения продвигать и продавать в том числе. Естественно, продукт Unitsky Stream Technologies станет абсолютно понятно, потому что будет куча аргументаций, доводов, почему необходимо развивать это направление. Поставьте от 1 до 10, как вам вообще вот все это то, что происходит в SkyWorld Community. Меня искренне это все радует и заряжает. Я предвижу грандиозные результаты, которые… Мое желание, так скажем, не мечта, чтобы мы с вами сами все осуществили и закрыли полностью финансирование 15 этапов без крупных инвесторов. Это абсолютно реально будет запуском данной платформы. Я не буду останавливаться на тех статьях, которые уже прошли. То есть это репортажи The Nationals, это Khalish Times, это CNN Business, это Sharjah TV, это India, это British Columbia, Canada. Это с количеством подписчиков более 131 тысячи. Это отзывы уже от высокопоставленных лиц об Unitsky Stream Technologies. И здесь, конечно же, огромное значение играет то, что именно в Шерже расположен сейчас именно научно-исследовательский парк UST, крупнейший логистический хаб, как, в принципе, примерно выразился Хусейн Аль-Махмуде, ранее об этом говорил. И не исключено, что Россия в том числе заинтересуется, но уже, так скажем, очередь для тех, кто желает выстраивать и создавать адресные проекты. Ну, что говорить, уже, в принципе, идет речь об линейном экваториальном городе, о концепции вообще линейных городов. И на следующем вебинаре я также остановлюсь, вам приведу пример, почему это не новая идея абсолютно, например, в Саудовской Аравии. Все маркетинг и все, конечно же, привлечение инвестиций в ту или иную страну, страны это не могут не использовать. Также мировые статьи были на специализированных изданиях Outer Futures. Вы увидели контейнерные перевозки, Construction Week, корейские издания, израильские издания, Watson.ie. Вот здесь я хотел бы остановиться, потому что это специализированное издание, которое говорит вообще о новейших технологиях. И здесь были представлены пять транспортных технологий, которые приходят в Арабские Эмираты. Да, было сказано Hyperloop, и не будет же Watson, он говорит только об Unisky Stream Technologies. Естественно, веер технологии был представлен, но в Шарже Скайподы также были представлены. И это именно разработка Unisky Stream Technologies. Напомню, что по словам генерального конструктора, инженера, создателя технологий, которые мы с вами финансируем, инвестируем, до конца этого года должны быть подписаны контракты. Поживем, увидим. Естественно, пандемия вносит свои коррективы. И многие задают вопрос, почему же еще струна не натянута на грузовой трассе. Всему виной поставщики. И немногие поставщики, я могу сказать, выжили во время пандемии. То есть у многих вообще компаний бизнес остановился, либо приостановился. Но в любом случае все будет создано, работа над этим ведется. И тут не стоит думать, что что-то остановилось. Вносит коррективы пандемии, но я считаю, что Unisky Stream Technologies реализацию по всему миру, скорее всего, уже очень сложно даже приостановить. Такая мощная международная компания, как Lenovo, разместила новость. И это тоже говорит о том, что Lenovo, конечно же, размещает новости после исследования репутации. И говорят о сотрудничестве именно с технологией в Шарже, которую мы с вами финансируем. То есть вот подобные компании уже не то, что не стесняются, размещают ссылкой с материалами, можно скачать PDF. И я не исключаю, что даже могут заказчики адресных проектов, либо, не побоюсь этого слова, линейных городов с сайта Lenovo прийти в качестве лидов. То есть эта стратегия выиграл-выиграл. Lenovo хорошо, то, что размещает транспортную технологию нового поколения, которая уже осуществляется в настоящем, сама технология будущего. И Unisky Stream Technologies также замечательная. И сам Анатолий Unisky сказал, что система данных, хранение данных Lenovo обеспечивает производительность и надежность для расширения будущей сети транспортных средств с искусственным интеллектом, подкрепленной гарантией доступа к экспертной поддержке Lenovo по всему миру. То есть очень важно иметь техподдержку и быстрое устранение неполадок. И здесь, конечно же, должен быть партнер, крупнейшая международная компания, которая завоевала лидерство в этой индустрии. И здесь я могу сказать о возможных перспективах технологии облачного хранения данных. То есть вы знаете, что Amazon начинали свой путь с электронных книг, потом перешли на Marketplace и также заодно стали серьезной корпорацией, которая предоставляет услуги облачного хранения данных. Может быть сотрудничество Lenovo, это мое предположение, также в этой логике имеет место быть. Ну и Анатолий Эдуардович это сказал, и это абсолютно идет с логикой, что все должно быть безопасно и защищено. Плотнейшим образом идет подготовка к экспо 2020. 22 октября пройдет экофест на территории Шаржи. Скорее всего, будет также трансляция в Республике Беларусь. По Республике Беларусь точно утверждать не буду. В Шаржу поедут те, кто выиграли золотой марафон. У всех была возможность и будут и следующие возможности, а я надеюсь, что не будет. Я надеюсь, что мы сделаем так с системой обучения адаптации SWC, чтобы мы сами закрыли все 15 этапов и уже даже экофесты преобразуются просто в встречи инвесторов, которые наблюдают за реализацией технологии и уже находятся на предкапитализации. И мы как SkyWalt Community не отстаем. Я вам приведу только одну фотографию. И я знаю этого мощного лидера Ольгу Веронику Сирохвостову. Это действительно одна из тех женщин, которая берет на себя ответственность. Также Наталья Иванова, также Анна Дороша. И эти люди ушли с работы для того, чтобы работать в логике SkyWalt Community. И Латинская Америка полностью узнает об SkyWalt Community. И платформа обучения и адаптации поможет... Вот я действительно завидую латиноамериканцам, потому что они получат эти все инструменты, эти все возможности обучения, домашние задания, практики, полностью выверенная методологическая технология. Ох, если бы я получил это в 2014-2015, то статус SkyExpert, скорее всего, был бы достигнут намного раньше. Я искренне вот белой завистью завидую нашим латиноамериканским коллегам, вообще всем, кто будет присоединяться к проекту. Но тем не менее, я хочу сказать, что офис за офисом Латинской Америки еще до запуска платформы обучения и адаптации открывается. То есть, в Доминиканской республике был открыт офис, сейчас по поводу Пуэрто-Рико мы общаемся, и по Доминикане я могу сказать, мы, приоткрою вам завесу тайну, привлекли в качестве партнера, инвестора очень серьезную организацию, которая насчитывает более 50 тысяч людей, это в том числе достаточно высокопоставленные люди. То есть, вот представьте, насколько интересуется SkyWorld комьюнити по всему миру. И так тому и быть, потому что потенциал рынка SkyStream просто огромный, потенциал Spaceway он просто бесконечный, то есть, это и планетарное транспортное средство, это и добыча стероидов, это и солнечная энергетика, которая не имеет вообще грани потенциала, ну, по крайней мере, при нашей с вами жизни, это и космические поселения, и это и агротехнологии, все, что я говорил в начале вебинара. Но без реализации струнной технологии Юницкого и без строительства линейного квартариального города ни о каком освоении ближнего космоса, логике неракетного освоения говорить нельзя. Но, видя эти цифры, всегда меня мотивирует двигаться, потому что потенциал, охват, интерес к этой технологии гигантские, он будет становиться еще больше. Благодарю вас за внимание, с вами Алексей Суходоев, сегодня 29 сентября 2021 года, мы создаем будущее и финансируем его, SkyWalk Community. Но сейчас я отвечу на буквально один-два вопроса и буду завершать. Как в Ютубе посмотрю, так и в Мирополисе. Напишите, кстати, от 1 до 10, как вам информация вообще на сегодняшнем вебинаре. Вот уже, кстати, десятки ставят. У нас, кстати, для тренеров будет конкретная форма обратной связи, и мы будем уровень каждого тренера, каждого спикера замерять. Ну, в идеале, чтобы были спикеры с процентажом 95-97%, то есть меньше 90% это уже меньше интересно. Так, коллеги, благодарю за эмоции, благодарю за оценку и давайте теперь вопросы, если они есть. У любой серьезной большой компании есть реклама везде, ее поддерживают на государственном уровне, не платят налоги и не держат счета в офшорах. Ну, я тут хотел бы, Вячеслав, вам сказать, посмотрите на китайские компании, вообще, какие они предоставляют отчеты, и если говорите про налогообложение, то посмотрите, пожалуйста, отчеты в аудитах Unisky Stream Technologies уже несколько лет финансовые аудиты проводятся и четко показывается, сколько средств было израсходовано, сколько средств было сгенерировано, это все в логике подготовки будущей процедуре также публичного размещения. Ну, и я рекомендую посмотреть на варианты налоговой оптимизации, что не является для Unisky Stream Technologies, так скажем, примером, но компании более мелкого масштаба платят большие налоги, то есть 20-30% в зависимости от страны, а крупные корпорации, такие как Apple, такие как Microsoft, почему-то платят намного меньше процентов, и тут возникают вопросы, и проследите вообще логику юридической схемы каждой большой компании сравните с тем, что сделала Unisky Stream Technologies. ранее, да, может быть юридическая схема была несовершенна, но сейчас это сделано в логике международного законодательства. Так, коллеги, еще вопросы? Так, троллей у нас немало, это в принципе показатель, потому что тема значит интересна, в особенности ссылку можно про конференцию Spaceway. Да, конечно, но ссылка придет и будет в открытом доступе для тех, кто регистрировался на конференции и для тех, кто не был на конференции, сейчас я дам ссылку. Напишите в организационный комитет с просьбой о том, чтобы вам как будет доступна трансляция конференции в открытом режиме ее отправили. Сейчас и сброшу. Коллеги, еще вопросы? Ответил на вопрос тролля, к сожалению, как предполагаю, хотя не исключено, что не тролля. И давайте еще на два вопроса отвечу от партнера, то есть что действительно интересно. Так, вот ссылка, которая была на конференции по неракетному освоению, минутку. И здесь пожалуйста напишите по контактному электронному адресу конф экоспейс орк. Задайте этот вопрос с просьбой о предоставлении доступа. для тех, кто заранее регистрировался, все организационный комитет пришлет. Так, в Мирополисе у нас вопросов нет. Алексей, сколько денег заработает компания на адресных проектах? На самом деле этот вопрос тоже меня интересует. Я бы здесь рассматривал логику, а сколько на первых 3-10 адресных проектах заработает компания. И компания готовит, в том числе от нас, как от Skyworld Community, были такие вопросы, определенные исследования и определенную финмодель, которая будет представлена партнером и инвестором. Спасибо. Алексей, токены SVS можно будет покупать только за эфириумы или же будут и другие способы? Не скажу ничего по SVS. Это направление сейчас развивается активно, но я принимаю больше участия в расстраивании платформы обучения и адаптации. Представьте, я бы распылялся и тогда бы платформу мы бы, дай бог, запустили бы только в середине следующего года. Поэтому можете задать вопросы другим спикерам, либо напишите на ресурсах SVS и спросите. По моей логике, если говорить про security токены, то можно будет инвестировать в том способе, как происходят все инвестиции сейчас в security token offering. «Слышали за эффект погони за двумя зайцами». Так вот, не лучше ли будет вначале полноценно запустить проект вместе хотя бы с десяти адресными проектами, чтобы только потом и двигаться в космос. А никто не говорит, что сейчас запускается финансирование на космическую программу, просто популяризация идет, потому что потом, когда, к примеру, через несколько лет будет запущена возможность, либо через блокчейн будет сделано, либо через какие-то другие юридические моменты, а никакого понимания нет и вообще распространения информации нет, то, как вы думаете, какие будут результаты? Поэтому почву нужно готовить заранее. Никто сейчас не говорит о финансировании в космической индустрии. Если что-то и будет сказано, то это будет сказано только из уст головной компании и Unisky Stream Technologies. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Необходимо сейчас запустить именно конкретные адресные проекты, коммерциализировать ту технологию, которую мы финансируем и получить возврат прибыли, для чего мы и участвуем в этом проекте. Для того, чтобы далее уже решить либо реинвестировать, либо наблюдать со стороны. Каждый решает инвестиции и это ваш личный актив. коллеги, благодарю за внимание. До скорых встреч на следующем вебинаре, который пройдет 13 числа в среду. И не забывайте про мастер-класс, я продублирую ссылку, который будет пока что бесплатно. Ну, это просто что-то невероятное. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok